Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на конференции представление наших друзей, сотрудников центра «Алана» из Никополя, Украина. Нет, нет, нет. Нет, нет. Есть какие-то аспекты, связанные с непосредственным присутствием, вас у нас и нас, и вас и вечер, но и совместной разработкой разных подходов и методов для оздоровления и развития детей, особых подростков, гармонизации отношений в семьях и так далее. То есть это то, что мы с вами намерены совместно разработать и предоставить широкий доступ. Но опять-таки речь идет о тех аспектах, тех техниках, которые могут быть предоставлены в открытый доступ без необходимого контроля специалиста. Те вещи, упражнения, которые могут приносить пользу всем людям. И поэтому говорится о том, что то, что вы делаете, оно будет интересно не только для жителей Украины, которые могут непосредственно к вам приехать, но и всем остальным. Так что слово предоставляется вам, а мы немножечко отходим в сторону. Спасибо. Здравствуйте. Я представляю сенсорно-развивающий центр «Алана», город Никополь, Украина. Я являюсь руководителем этого центра, зовут меня Тульчинская Анна. Нашему центру исполнилось чуть больше, чем год. Но за это время мы очень многое сделали и делаем дальше. В нашем центре работают такие специалисты. Психолог для детей и для взрослых, логопед, специалист по логаритмике, массажист, специалисты по йоге, по оздоровительным восточным техникам. Мы работаем с нормотипичными детками и особенными детками. Год назад с центром «Бердавид» мы провели конференцию в городе Никополе. Собралось 61 человек. Это мамочки деток особенных. На сегодняшний день некоторые сотрудничают с центром «Бердавид» и специалисты этого центра оказывают им всевозможные услуги оздоровительные. И есть у некоторых неплохие результаты. Сейчас я расскажу, почему мы открыли этот центр и как лично я пришла и стала психологом. В 2012 году, в начале 2012 года, у моего сына произошел геморрагический инсульт. И у него в результате этого инсульта пропала кратковременная память. Значит, мы прошли за первый год очень много. Был психолог, целый год ходил. Были различные методики. Там я японские методики по Миллеру брала. Были профессора, были доктора, были нетрадиционная медицина бабки-детки. То есть очень много я использовала, но как бы результата я не видела. И, значит, через время я узнала о методике Тета-хилинг. Я поехала, изучила этот метод и начала как бы применять на своем сыне и на других людях. Я увидела очень неплохие результаты. То есть мой сын, да, вся память как бы кратковременная полностью не вернулась, но большая часть как бы она вернулась. И он может быть социализированным в обществе. Он у нас в центре с детками, первый, пятый класс, бесплатно им проводит уроки английского языка. Сам изучает по сегодняшний день углубленный английский и им преподает. Значит, мы, вернее, я, да, семь лет занималась волонтерством. И у меня были подружки-единомышленницы, которые вместе со мной, ну, так же само, вот, хотели помочь людям и помогали людям. И мы это делали на базе оздоровительного спортивного центра АКВА, тоже у нас в Никополе. Это центр для инвалидов. Потом мы, в общем-то, созрели для того, чтобы и свой центр открыть. Мы поняли, что мы можем, мы, как бы, потянем этот центр. Значит, мой муж помог купить помещение нам, отремонтировать. Мы выиграли грант на оборудование. Мы оборудовали наше помещение балансирами, различными снарядами, как на русском, оборудованием различным. И на сегодняшний день это очень красивое помещение, яркое, с этим же оборудованием, которым детки и нормотипичные, и особенные могут пользоваться и получают результат. Значит, я хочу рассказать вам, чем лично я занимаюсь и какие результаты даю я. Так, значит, люди, которые со мной проходят 10-17 сессий, получают. Значит, эти люди начнут жить полной жизнью со спокойным, без страха, в нервах, тревоге и стресса внутри. Уверенно будут говорить «нет» и отстаивать личные границы, не боясь осуждения, чувства вины, стыда и долга. Контролировать свои эмоции и внутреннее состояние, чтобы мозг работал без спешки и суеты. Ладить с окружающими, потому что нужно отпустить контроль, отбросить от обиды, перестать винить других. И тогда начнется прекрасное отношение с людьми. Эти люди учатся, заботятся о себе, любить себя, бережно относиться к себе без ощущения, что это эгоизм. Люди научаются сделать опыт материнства легче и спокойнее, чтобы это приносило только радость. Вы сможете построить потом доверительные отношения с ребенком, полные понимания любви. Найдете баланс между воспитанием детей, карьерой, отношениями, временем для себя. Научитесь воспитать ребенка правильно, чтобы он вырос счастливым, самостоятельным, уверенным в себе. А теперь я хочу привести несколько примеров со своей практики, которые говорят, что тета-хилинг работает и несет пользу людям. Ко мне обратилась молодая женщина, в которой была ссора с мужем, и он ее оставил. На руках был пятилетний ребенок. Она как бы не выдержала этого и напила с таблеток. Она хотела себя отравить. Слава Богу, вовремя заметили, повезли ее в больницу, почистили, и вот она обратилась ко мне. Мы с ней прошли 10 сеансов. На сегодняшний день муж вернулся к семью, потому что она лично поменялась. Ну, соответственно, ребенку хорошо. Следующая. Другая девушка обратилась ко мне, у нее были панические атаки. Ну, там мы работали дней, наверное, 17. У нее паническая атака – это не просто страх. Это уже тело, физика дает о себе знать. Это происходит дрожь внутри. Это сжимается все в груди. Это боли. Кажется людям, что это может и рак, и проблемы с грудьми. Ну, в общем, они приходят в таком страхе. Ну, мы проработали с девушкой 17 раз на сегодняшний день. Она вышла на работу, все прекрасно и хорошо. Ну, и чтобы как бы еще один пример привести, их у меня очень много, такой показательный. К нам в центр привезли ребенка, буквально привезли на руках. Он не ходил, ему 10 лет. Значит, мама с папой разошлись. Мама уехала на заработки, папа ушел в семьи, и мальчик остался с бабушкой. И так вот его психика сработала, что у него отказали ножки. Я с ним проработала 10 дней. На сегодняшний день у мальчика все прекрасно. Мальчик ходит, был последний звонок, они посетили последний звонок. Мама оставила нам благодарственное письмо. То есть приходят с различными проблемами. И мальчик был скинхед, который бил людей. Ему было 14 лет. Он с другого города, бабушки приехали, привозили. После моих занятий ребенок стал нормальный, адекватный, перестал это делать и понял, что это вообще ужасно. Приводят девочек, которые считают себя розовыми, подростки. Тоже как бы прорабатываем. Дети с волчьей пастью, которые считают себя уродами. Ну то есть очень много таких психологических вопросов, которые, в общем-то, я решаю благодаря методу ТЭТО-Хилинг, по методу ЛОСЕВУ работаю, по методу, сейчас скажу, эмоционально-образной терапии. Это тоже очень хороший метод. С мамочками работаем, деток, которые особенные у нас. Потому что если мама не в норме, то есть она нервничает, она сама находится не в состоянии гармонии, то этому ребенку она не может дать той ласки и любви, которую, в общем-то, он требует и нуждается. Особенно в таком состоянии, когда он нездоровый. Поэтому большое спасибо за внимание. Я сейчас передаю своей подруге-коллеге Ольге Васильевне. Она работает с детками особенными у нас. Да, здравствуйте всем. Я хочу показать фотографию нашего центра. Вот Аня говорила. Вот разное навесное оборудование. Сейчас у нас действуют лагеря с дорогими летними. И это как раз перемена. Они не могут дождаться, чтобы на этих качельках, на этих балансирах позаниматься. Я психолог, обычно традиционный, практически. Не обладаю никакими сверхспособностями. Занимаюсь с детьми по обычной, обычной методике. Любые нарушения развития, любая гипоксия. Я вам сейчас покажу одно из упражнений, объясню, что это значит. Вот ребенок. Это упражнение мы назвали цапелька. Что здесь происходит? У этого ребенка нарушение координации было, нарушение вестибулярного аппарата, отствование в школе, неодопарное поведение. Вот этому упражнению он учился довольно долго. Он практически на одной ноге не стоял. Сейчас обратите внимание, как хорошо идут перекрестные движения, как согласовано правое, левое, верхнее, нижнее. Так, плохо видно. Сейчас, секундочку. И плюс, здесь не видно на этом видео, но здесь же используется дыхательное упражнение. Вот он на вдохе руки поднимает, на выдохе опускает. Вот посмотрите, как синхронизировано поднятие ноги, поднятие руки. Кажется, что это легко. На самом деле, для ребенка, у которого была гипоксия, это очень сложное задание. И вот такой контроль, это для ребенка сложно. Я сейчас покажу еще одно упражнение. Это упражнение мы назвали... Назвали солдатик. Тоже, вот видите, пересечение срединной линии тела. Причем вот правая нога, сгибается левая рука. Вот одновременно сделать это движение, причем нога вытянута, рука прямая вытянута, одна вытянута, рука согнута. Вот это упражнение тоже очень тяжело дается ребенку. Но как только ребенок начинает его делать, у него, ну не только получается, он начинает контролировать свое движение, да, у него тут же меняется поведение. Вот контроль над движением ведет к контролю поведения. Вот эти упражнения я использую для... Особенно для гиперактивных детей, которым сложно удерживать внимание, сложно удерживать поведение, плохо. Вестибулярный аппарат, когда какие-то есть нарушения, они ведут не только к нарушению координации, ухудшается и чтение, и письмо, и внимание. Ребенку тяжело удержать положение тела на уроке, он не может высидеть, ему плохо. Вот программу действий, вот взять книжку, открыть, взять ручку, написать, услышать одновременно учителя и подумать, как написать, и что, вот программу действий сложно делать. Вот простыми вот такими упражнениями мы улучшаем работу лобной доли мозга, которая отличает за произвольные движения, за планирование. Вот такие техники я применяю, и результаты очень хорошие. Дети с аутизмом, например, у них вот вначале стоять на балаксире, это практически вообще невыполнимо. Вот вы видели в нашем маленьком зале, там дорожка такая высокая, да, вот стоять, удержаться даже на этой дорожке сложно. Как только ребенок начинает держать равновесие, ну вот начинается улучшение во всех сферах. Ребенок, который вообще не говорил, ну год прошел, он пришел практически сразу после открытия нашего центра. Мы через месяца два, наверное, радовались, что он сказал слово киса, а сегодня он говорит предложение. Да, я понимаю, что там еще речь плохая, плохо видно, но он говорит, вот упал дракон, дайте мне, пожалуйста. То есть, ну вот мы смотрим с мамой друг на дружку и не нарадуемся, потому что результаты просто от того, что мы занимаемся физическим упражнением. Да, конечно, мы занимаемся и карточки используем, используем и классификацию, и все остальное, но основной упор это все-таки на развитие стива. Ну вот, хотела поделиться вот этим. А сейчас Евгений Сергеевич, наш специалист по восточной оздоровительной технике. Пожалуйста. Здравствуйте. В своей работе с детьми я прежде всего руководствуюсь постулатами ныне живущего классика-педагогики Шавуэ Александровича Аманаши. Эстетикой и, конечно же, живой этикой, а также моментами адаптации к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам. И если говорят, если дети с психическими нарушениями, я скажу, что есть педагогика с психическими нарушениями. И учителя двоечники. Дети, надо верить, что у них есть величайшее предназначение. Надо верить в то, что у нас, преподаватели, есть искра Божья. И мы должны помнить о том, что ребенок пришел выполнить здесь свою миссию. На каком фоне он может это делать? А у него есть страсть. Страсть к развитию. И если преподаватель не дает развивающие программы, ребенку будет скучно, он не будет заниматься. Страсть к взрослению. Каждый ребенок хочет быть взрослым. И мы советуемся с ним. Мы создаем игровые моменты, неуловимые для него, и они решают вопросы. А также страсть к свободе. Это те страсти, на базе которых мы работаем. И если человек свободен, а свободен он только в труде, тогда начинает работать педагогика сотрудничества. А поскольку мы допускаем, что каждый ребенок гениалит, мы начинаем с ними на равных работать. Предлагаем тему. Я заведомо планирую какие-то ошибки. Им даю возможность исправлять эти ошибки. И сегодня даже по ходу мы занимались. Я говорю, может, что-то не так я делаю. И неоднократно были замечательные. Ну, к примеру, просто. Если я делаю ручки так, не-не-не-не, локти повыше, и разведи ручки. Работа связана с тем, что каждый ребенок приходит, и он говорит пароль. А что это, каждый, который входит в зал, пароль? Например, человек создан для счастья, как птица для полета. Они запоминают. Я прошу повторить всех эту фразу. А детки были с замедленным психическим развитием. Начинается процесс усовершенствия. Кто-то говорит, у человека должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Это один вопрос. Второй вопрос. Когда я даю физические упражнения, мы развиваем мышечную память. И параллельно развиваясь мышечная память. всевозможные адаптационные моменты, мы включаем сознание, мы включаем эмоции на нужном уровне. И понятия интерактивного нет. Почему? Как только ребенок шалун, я становлюсь шалуном. И мы ищем в этой работе такое улавливающее совершенство. Ребенок понимает, что он что-то может, он много значит. И когда они включают музыку, уже у них навыки. Он включает мягкую, нежную, классическую музыку. Мы начинаем делать плавные движения. Я говорю, как вы совершенствуете свое сознание. И параллельно совершенствуя себя изнутри, мозг, кору, подкорку, и мышечную память, а затем постоянные, не спонтанные, не спонтанные похвала, а по сути, по делу, ребенок преображается. А многие из них говорят, а можно я проведу урок? И мы даем уроки пяти минутки. Дети рассказывают интереснейшие вещи. А если кто-то не слушает, говорю, вы готовьтесь тоже, вы очень интересные люди, вы уже взрослые, и каждого мы хотим послушать. И вот у них есть такая готовность. И если урок состоялся, и однажды было такое, что я ухожу с работы, мне срочно надо ехать. Ну, состоялся срочный разговор, я разговариваю. Ребенок настолько полюбил во мне преподавателей, потому что я не веду их к предмету, не несу предмет, а веду их к предмету. Так? И они в знак благодарности дверь открыта, держит велосипед мой 15 минут, и для него это счастье. Он должен увидеть, что я его люблю. И вот на базе любви, на базе радости, на базе какой-то заботы идет преображение человека. И совмещается физическое с психологическим. И на эту работу, конечно, уходит очень много времени. Но еще дети изучают такие моменты. Для них это тоже интересно. Вот мы, например, сегодня загадки, присказки всевозможные, они повторяют. Но у нас есть правило. Какие принципы у нас занятия? Терпение, трудолюбие, дисциплина, этика и самоконтроль. Я начинаю хвалить, и говорю каждый раз. А вы сегодня такое терпение проявили, остальные качества, и они все повторяют. И они в этом пространстве живут. Мало того, они приходят домой, преобразуют родителей. И если родители проходили мимо меня при встрече, дети бегут ко мне, родителям некуда деваться, они здороваются. Мы начинаем сотрудничество. И это работает в микрорайонах. И вот у меня коллега есть. Нинель. Вот расскажите о себе. Если будут вопросы, мы ответим. Здравствуйте. Меня зовут Рая Нелли. Я ученица Сергеевича. Учусь, нахожусь постоянно с ним, впитываю его мудрость и передаю ее дальше деткам. Я работаю с детьми на раннем развитии от года до трех лет. Работаю с нормативными детками, но все чаще и чаще я вижу, что, может быть, в нашем городе, может, действительно, какие детки все чаще стали рождаться, приходят детки с различными задержками, либо речевыми, либо какой-то аутичный спектр. И поэтому я понимаю, что мне, как для педагога, нужно и в этом направлении тоже развиваться. Сейчас я начала подключать в урок охранного развития арт-терапию, работы терапевтических, с терапевтическими сказками. А также вот у нас есть различные проекты для детей постарше, где мы проводим уроки доброты. Для этого я использую материалы Юрия Клачева. У него есть такие потрясающие книги, по которым устроятся, в принципе, эти уроки, где они, где мы учим детей доброте, прививаемым любовь к животным, объясняем им понятие любви и проявления в нашем мире, как дети могут взаимодействовать между собой и вообще в этом мире. Спасибо. Спасибо. Евгений Сергеевич, Вы можете сказать, какие результаты у Вас были с детками, со взрослыми благодаря Вашим методикам. Вы цикл преподаете, я знаю. Наша задача уйти от медитации, а заниматься аутогенной тренировкой. А что это такое? Элементарное самовнушение. И они раньше были в полустрессовом состоянии. Какие-то телодвижения, эмоции. сейчас лучшее из упражнений, когда аутогенная тренировка. И я им рассказываю то, что они хотят жить. Стать лучше, достигнуть совершенства, расширить сознание. И они все знают, что мы живем для будущего. И в сегодняшнем дне мы ответственны за завтрашний. И вот эта красная нить, когда проходит, они уже не бросаются к телефону. Они понимают, что здесь будет идти процесс. Копилку совершенства, они что-то приобретут. И эти навыки, они может быть незаметные, но когда мы чего-то достигаем, мы не входим в эйфорию, а мы хоть немножечко из общего блага берем что-то для себя. И потом, когда видим отдачу, мы уже усовершенствуем методики. Я иду к своим учителям, и работая в общем тандеме, мы надеемся на хорошие результаты. Дети влияют на родителей, в микрорайоне люди изменяются, и это совершенствует мир, потому что таким образом люди держат землю на оси. Спасибо. Спасибо. Вот мы рассказали о себе. Большое спасибо. Если есть вопросы, задавайте. Анна, у вас есть вопросы? Да, Здравствуйте. Вот меня интересует такой момент. Есть ли у вас какие-то комплексные, интенсивные курсы для детей из других городов? Я понимаю, что это не день, не неделя, и даже не месяц для того, чтобы добиться каких-то результатов. невозможно раз так щелкнуть, и все хорошо. Поэтому меня интересует именно такой момент. Вот смотрите, Аня, можно приехать к нам, обучиться. Вот мы, в принципе, когда создавали этот центр, у нас есть сенсорно-развивающий зал, и мы планировали, чтобы мамочки приходили с детьми, обучались, что эта мамочка может сделать с этим ребенком потом дома. Вот вы можете приехать, Ольга Васильевна, вам изо дня в день, ну там хотя бы на месяц, вы пройдете, запомните, какие упражнения, какие дыхалки, какие может карточки надо приобрести, и уже дальше дома будете делать с ребенком. Я могу лично с вами поработать, потому что я объяснила, я работаю с людьми разными методиками, убираю страхи, убираю неуверенность в себе, то есть человек после моих занятий становится совсем другой, он радуется жизни, он понимает, что это не проблема, ребенок особенный, да, то есть вы себя немножко поменяете, у вас будут, как бы вы будете понимать, что с ребенком делать, и вы можете уехать домой и дальше продолжить это, и у вас будут результаты, если вы будете, конечно же, с ним заниматься, потому что такие детки требуют постоянного, в общем, постоянных занятий. я думаю, вероятно, нужно будет может быть вместе с нами тоже подумать о том, как сделать какие-то такие обучающие блоки, гораздо более короткие, чем месяц, я не думаю, что у многих людей есть возможность на месяц приезжать, но на несколько дней, и может быть пару раз с промежутком где-нибудь там в месяц, не знаю как, если хотите, можем вместе подумать о том, как сделать такие вот более короткие блоки, которые... Да, конечно, хотим, конечно. Спасибо, Аня. Еще кто-то имеется? Сейчас, секундочку. Здравствуйте, меня слышно? Да, да. Добрый день. Владимир? Владимир, слышно меня? Да, слышно. А у меня есть вопрос, я тоже с Украины. Во-первых, очень спасибо за то, что такие центры открываются, это очень радует. У меня вопрос такой, вы очень хорошо рассказали про методику подготовки и работы с детьми уже, но я так понимаю, те результаты, которые вы показываете, вот это дети, которые уже говорят, понимают определенную речь. А как в тяжелых случаях, когда ребенок еще только на начальной стадии коррекции, вот только, допустим, родители узнали диагу, вы работаете с такими детьми и как именно вы это делаете? Да, конечно, работаем. Тот ребенок, который я сейчас показывала фотографию, это гиперактивный ребенок был, но он не был таким уж сильно тяжелым, он просто это девианты поведения, немножко и плохая обучаемость и непонятное непонятное поведение. Тот ребенок второй, который я рассказывала про аутизм, когда он приходил, здесь просто крыша поднималась, он просто орал, он ничего не хотел делать, он не слушал обращенную, не слышал обращенную речь, я говорю, речи вообще не было. Нам два месяца понадобилось, чтобы мы услышали первое слово. быстро это не бывает. Он пришел, ему уже было пять лет, чем раньше, было четыре с половиной, чем раньше приходит ребенок, вот первое, что мы делаем, это мы учим его стоять на балансире. Вот казалось бы, самое простое упражнение вообще, ну ничего, просто постоять. Он в руках мячик не держал, ему это было неприятно, он не мог следить за шариком, например, ему, то есть вообще ничего не хотел делать. Вот потихонечко, потихонечко, терпеливо, вначале на балансире, какими-то игрушками привлекали, ну это очень, очень, конечно, быстро это не бывает. Но мы работаем. Спасибо за ответ. Еще такой вопрос, можно? Сейчас, секунду. Да, да. Да, Володя, еще что-то хотел сказать? Да, да, я еще, можно еще спросить. Да, кратко. Я так понимаю, что вы предоставляете помещение, в котором родители могут просто приводить детей и заниматься сами как-то с ними, да? Да. Есть такая возможность? Да, конечно. Это очень хорошая идея, спасибо. Я думаю, что нужно эту идею пропагандировать как-то, может быть, на другие города, может вам каким-то образом начинать сотрудничать вот с этими государственными инклюзивно-ресурсными центрами, чтобы они эту идею перенимали просто. Вот по этому вопросу я бы хотела еще сделать одну такую ремарочку. Родители не готовы самостоятельно работать. Вот сложилось такое мнение, что ребенок болен и им должен заниматься специалист, педагог, врач, медсестра, социальный работник, энергетик, ну, в общем, кто угодно, я посмотрю. Вот это проблема. Для того, чтобы объяснить, вот почему я не провожу занятия сама. Всегда родители рядом, я обучаю родителей что-то делать. Если меня нет, вот я воскресенье, выходная, да, приходит мамочка и работает сама с этим оборудованием, с этим ребенком. Она знает, что надо делать. Но для того, чтобы у нее появилась уверенность, что она может, ну, надо было месяца три тоже. Ну, вот она не хотела идти к Анне Анатольеву. Она говорит, нет, у меня все нормально, у меня все хорошо. Если бы она пришла на консультацию, ну, это было бы быстрее. Когда мама чувствует в себе силы, у нее есть потенциал, ребенку автоматом это передается и процесс идет быстрее. Ну, в этом я с вами согласен. И если можно, еще маленький вопросик, я потому что там люди в лес, у меня такой вопрос, я там на сайте, вроде бы у вас есть, об этом написано, но хотел бы узнать, вот вы и психологическое сопровождение, я так понимаю, и родителям сложных детей оказывается, правильно? Конечно, конечно. Вот это очень хорошо, и за это вам, наверное, отдельное спасибо. Потому что это редко встве, где-то. Спасибо вам, старайтесь. Спасибо. Кто-то еще хотел, да? Извиняюсь, от состояния родителя очень много значит. До трех лет вообще ребенок в школе мамы находится. А мы это часто не понимаем. Мама взвинчена, мама где-то ее кто-то накрутил, или же ей сложно не просто с этим ребенком. И она все это передает ребенку. Вот если бы люди это понимали, что надо с мамой работать, да, хорошо и с папой, но у нас очень часто как бывает, что мама остается сама со своей бедой и с этим ребенком нездоровым. Поэтому если даже мама одна будет прорабатываться, вот с ней мы будем, она все равно по-другому к папе будет относиться, она будет по-другому к ребенку относиться. Понимаете? И вот тогда все вместе будет хорошо. А когда мама вечно кричит, и она его не слышит, и как приходят нам и говорят, да, билой бить буду. И такие вещи говорят, приходит ребенок и мне рассказывает, бабушка воспитывает двоих, ну, так получилось, да, внучат, и говорит, бабушка кричала, топором вас порублю. И, конечно, с бабушкой работаю, конечно, с детьми работаю. Со всеми надо работать, здесь нельзя только с одним ребенком работать, потому что можно в центре его приводить в норму, он пришел домой, он большую часть времени находится дома, да, а там, извините, мама неадекватная или бабушка, которая его воспитывает, да, и она накладывает и дети с диками, и дети заикаются, и нурезы, и все, что хотите. И рассказывают, у нас вчера был такой случай, что Ольга Васильевна говорит мамочке, что пусть она Анатолиевна с вами проработана, говорит, у меня все в норме, при этом говорит, я запихиваю ему в рот, ну, перечисляла каши, там разные всякие, мы говорим, а что вы делаете, как это запихивать, ну, говорить, предложить, нет, я запихиваю, потом Робь согласилась, перезванивает, говорит, мы с мужем решили, не надо мне никакой психолог, я пойду учиться, и меня где-то там научат, но когда она пойдет, непонятно, и кто ее научит, тоже непонятно, и как он научится, поэтому, вот такие моменты есть, нелегко, но ничего. Кто-то еще хотел спросить, да? Можно? Можно. Можно, добрый день, я с Украины, у меня внук, ему скоро будет 4 года, и, ну, так сложилось, что у него раз, он ходит в центр, такой же центр, наверное, как и у вас, ну, возможно, немножечко другой, но центр реабилитации детей с инвалидностью, ну, мы ему еще диагноз не установили, мы ждем, потому что ребенок развивается, он, у него есть речь, он уже начал читать, считает, ну, я сама педагог, потому и каждый день с ним разговариваю, учу ему всему, ну, вот какой у нас, такой минус, что он разговаривает, рассказывает все, но у него очень слабое такое с нами общение, слабое, понимаете, у него нет активной речи, и вот у нас, я так поняла, смотрю в этом центре, над активной речью не очень там работают, скажите, пожалуйста, а у вас есть, именно такие специалисты, которые могут запустить активную речь уже говорящего ребенка, потому что он разговаривает, но не хочет общаться с нами, понимаете, как, очень редко он что-то попросит, там, ну, это бывает очень редко, очень редко, конечно, я каждый день с ним разговариваю, все называю, все показываю, на прогулках, дома, но мне кажется, что этого мало, я бы хотела спросить у вас, откуда вы знаете, что это раз, если вам не поставили диагноз? Ну, мы были на приеме, понимаете, ему уже скоро 4 года будет летом, и мы хотим его отправить в садик, и нас отправили в психиатру, мы пошли в психиатру, она посмотрела где-то, мы были минут 5 на приеме, сказала, что у него есть вот эти такие черты расстройства, ауэтичного спектра, и нам дали направление на комиссию, мы ходили и направили ее в садик, в обычную группу, но у него будет ассистент воспитателя, который, ну, будет за ним смотреть, так как в школе у нас, я знаю, тоже есть такие люди, ну, и вот с ее слов я узнала, что он, ну, я вам хочу сказать, Понятно, давайте немножко лирику оставим. Я почему спросила, откуда мы знаем, потому что действительно это проблема родителей, которые боятся ставить диагноз, и в то же время хотим быстро переделать ребенка. Ребенок такой родился, это его особенность. Ну да, я понимаю. Ему тяжело коммуницировать. Я, например, противник, чтобы заставлять ребенка смотреть в глаза. Если ему это неприятно, зачем это делать? Ребенок у вас просит то, что он хочет, он говорит словами. Для меня вот очень интересно, вообще он стоит на одной ножке? Я что-то не замечала, я посмотрю, я попрошу. Вот смотрите, ребенок, когда рождается, он проходит определенные этапы, да, вот он лежал, переворачивался, начал, потом он сел, потом пополз. Все этапы должны быть в свое время. У этих деток есть какое-то запоздание. Когда в 4 года ребенок читает и пишет, для меня это звоночек, а как у него со всем остальным, все ли этапы он прошел, все ли он получил, есть ли база, на которую ляжет все остальное. Должны все функции быть развиты. Поэтому хорошо, если он читает, хорошо это все. Но когда ребенок развивают раньше, вот работают участки головного мозга, которые отвечают за стимульные знаки, да? Да. А базы, подкрепления нет, нет произвольных движений. Я обижаюсь, когда играю в настольные игры, я плачу, расстраиваюсь, или я не умею выполнять инструкции, или я не могу удержать в памяти, ну вот, например, пойди в ту комнату, принеси мне чашку, налей воды. То есть 4 действия, а он 2 не может запомнить. От того, что он умеет читать, ну это будет только тормозить его. Ему нужно начать вот пораньше. Прошу меня простить за вмешательство. Просто время у нас немножко ограничено, есть еще, наверное, другие люди, которые хотят задать конкретные вопросы. С моей точки зрения, ответ на вопрос, Марина, да? Да. Будет звучать, наверное, так, что, если не вникать в эти нюансы, которые сейчас Оля рассказывала, вероятно, это может звучать так, что коммуникации, способности коммуникации к общению, можно прийти правильно, только через коммуникацию и через общение. И то, что рассказал Евгений Сергеевич, если я правильно помню, то это именно то, что практически в игровой, легкой, занимающей детей форме как раз и поможет этому раскрыться. То есть занятие с кем-то это хорошо, но когда речь идет о коммуникации, здесь необходима коммуникация. И когда она происходит в естественной форме, через игру развивающую, в которой ребенок сам обнаруживает себя не только ведомым, но и ведущим и не только выполняющим указания там руководителя, но и сотрудничающий с ним и помогающий другим, вот это, я думаю, это именно то, о чем вы спрашивали. Насколько я правильно понял. Да, спасибо. Господин, Марин, есть ли еще кто-то? Хочет ли кто-то что-то сказать, спросить? Еще такой вопрос. Не подскажете, как можно проверить координацию ребенка так, самыми легкими способами? Ну, в принципе, я не вижу проблем с координацией, но мало ли, может, вы как специалисты подскажете элементарные какие-то так, чтобы проверить и понять, что все нормально. Самые простые, скажите, возьми, прикоснись указательным пальцем правой руки к левому углу. Это он делает, и на балансире он стоит, и на качеле катается стоя, то есть. Подними, да, самое простое, то, что придумаете, вот, право-лево, пересечение, все. У нас просто проблема, как бы с координацией проблем нет, а есть понимание речи и сама речь, то есть, как таких основных, больше я не вижу проблем с ребенком, вот поэтому хотелось узнать, может ли вы в этом помочь. А слух проверяли? Да, все отлично. Когда стоит ребенок, вы взяли что-то, закрыли глаза, он все правильно отвечает? Да. Координация нормальная. Вот. Я же говорила, чем вы можете помочь в силу того, что вот он плохо понимает, не все понимает. Ань, я думаю, это вопрос индивидуальный, вам нужно связаться с ними лично, и сейчас не время, не место для тех подробностей. Да, спасибо. Так, есть ли еще у кого-то какие-то вопросы, пожелания? Не стесняемся. У меня есть вопрос, если можно, еще один задам. Да. Спасибо. Смотрите, я по поводу вот этого сотрудничества и обращения за консультацией. Вот вам, я там видел, есть номера телефона, вам адреса лифтонной почты. Если что, я так понимаю, можно обращаться, да? Да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Когда это видео будет в записи опубликовано, то, естественно, там будут и все данные для, в комментариях будут все данные для связи. Спасибо. Здоровья. Так. Есть ли еще кто-то, кто хочет воспользоваться возможностью спросить? Тогда я немножко тоже спрошу. Давай. Мне очень понравились эти упражнения, которые вы показали. И вопрос в этом, так как я сам тоже имею некоторый опыт знакомства с восточными единоборствами, с разными гимнастическими, терапевтическими подходами, техниками. Вопрос такой, а вот это вот упражнение солдатик, вот откуда оно взялось? Характер его движения совершенно не соответствует динамической йоге, тайчи, цигун и так далее. Характер движения достаточно другой. Скажем так, откуда оно взяло из такого упражнения? сами придумывали. То есть, скажем прямо, это ваша авторская разработка? Это даже не мое, это дети придумали. Мы делали обычную гимнастику для мозга, где пересечение средней линии, где правая, левая, вверх, вниз. Есть стандартные эти упражнения. Когда дети на занятиях, это мы еще в Акве работали, девочка предложила, а давайте сделаем вот так. Назвали солдатикам. У нас кузнечики, солдатики, цапики, все что угодно, это они придумывают. Вот я именно подобно говорил на предыдущих конференциях, когда рассказывал об авторских методиках, которые были созданы мной, я всегда говорил о том, что это было придумано благодаря людям, которым это предназначало прежде всего, и немалой степени их личного тоже участия, косвенного иногда. В данном случае это было придумано ими, изобретателем является этот ребенок. И что мне еще очень понравилось в вашем подходе, это то, что вы делаете практически то, что мне представляется самым важным, это активное содействие тому, что ребенок раскрывался как творческий человек. Сознание важности того, что он делает, буквально не только для себя, но и для других людей. И вот это мне очень понравилось, то, что я увидел и слышал. при этом с первого дня. Вначале это сопротивление, это не хочу, это не буду, это уговоры, это... Вот именно вот я повторюсь, именно вот такой вот подход, это содействие к тому, чтобы ребенок раскрывался как именно творческая созидающая личность. И есть основа того, что лежит в реализуемой сейчас задумке создание Международного Методического Центра по разработке подходов и методов для оздоровления и развития особых детей и подростков. РАМОТ, вот это то, что мы сейчас практически реализуем. И вот именно этот подход, то есть содействие раскрытия творческого потенциала ребенка и подростка есть в основе этого и радостно действительно, не только я об этом думал и приятно встретить единомышленников и знать, что мы вместе что-то можем сделать гораздо больше, чем если делаем это по отдельности. Спасибо вам большое. Спасибо. В записи этого видео будет еще присоединен видеосюжет, который вы прислали, где показаны конкретные упражнения с взрослыми дними, как это выглядит. Я думаю, это тоже будет достаточно интересно. Если не заражаете, мы соединим эти два сюжета. Спасибо вам большое. Есть ли еще кто-то, кто хочет что-то спросить, сказать? Это не обязательно должны быть жители Украины. Как вы видите, то, что мы делаем, оно включает в себя разработку подходов и методов, которые будут применяться людьми в других странах. Это гимнастические разные подходы в том числе. Мы, собственно, в этом есть предмет нашего сотрудничества, которое уже происходит на протяжении года. Сейчас это с Гожей помощью выйдет на другой уровень. В нашей команде уже много разных развивающих центров и благотворительных организаций, фондов из других стран тоже, из России, еще из Грузии. есть сотрудники из Франции, из Австрии и так далее. И мне радостно видеть, что уже что-то хорошее происходит. Я вам предлагаю конкретно за ближайшее время заняться составлением такого пакета общеполезных предложений, методов, упражнений для родителей, для детей. И заранее этому радуюсь. Понимаю, какую-то пользу действительно может привести. Очень много из того, что было сказано вами скользь. На мой взгляд, это очень важно. И это тоже нужно будет раскрыть. Все вот эти моменты, которые практически очень важны. Спасибо вам. Спасибо. за нашу работу. Всего доброго всем. Большое всем. До свидания. Хорошего дня. До свидания. Сегодня у нас очередная тренировка. Мы сегодня занимаемся универсальным развитием себя как личности. У нас мантры. Это хорошие слова. речитативы, пение. И у нас всевозможные всевозможные упражнения. И мудры. И мудры. Для того, чтобы пальчики, кисти, наше телосложение было развитым, мы делаем море всяких упражнений. И конечно дыхательные упражнения. Итак, мы приготовились и делаем вместе со мной. Вот наши крылышки. И вот мы так крылышки. Это вдох. А вот так ручки раз. И это выдох. Артемка делает. Снова мы делаем вдох. И делаем выдох. И еще раз. И теперь мы начинаем разминку. Движение головой, пятки, носки, еще движение кистями. Смотрите. Раз. Два. Три. И движение головой универсально. Четыре. стопы под пять. Шесть. Семь. Восемь. Теперь ручки поставили. И мы делаем и нужные движения для нашего головного мозга, и нужные слова. Мы говорим да, 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 да. Потом ручки поставили. Говорим нет, а думаем да. Нет, нет, а думаем да, нет, 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 нет. А потом мы говорим, а потом мы говорим, о-ла-ла, о-ла-ла, о-ла-ла. Потом мы говорим, о-ма-ма-ми-я, о-ма-ма-ми-я, о-ма-ма-ми-я. И снова мы делим такой вдох, да, и выдох. Вот так красиво. Вдох и выдох. Дыхание это жизнь. Здоровый дух формирует здоровое тело. Итак, первое, мы говорим такие слова. Делаем вдох и вместе со мной. На одном выдохе. Какие сильные, какие у вас дыхательные системы, какие огромные легкие. А теперь мы по-другому говорим. И снова вдох и выдох. А теперь мы вот так поворачиваемся. Вдох. Выдох. Вдох. Вот так ножки скручиваем. Выдох. И теперь разминаем свое тело. Вот такие плавные движения. Паук и орел ткут паутину. Вот они ткут вот такую паутину. Они сделали вертикальную паутину, а теперь горизонтальную. И получается такая, купон такой, что можно потом вышивать в клеточку. Крестиком, ноликом можно вышивать. А теперь вот такое движение, такой шар огромный в руках. И мы этим шаром, шаром вот этим усиливаем себя, усиливаем. А затем хватаем все подряд. Хватаем. Очень сильно. У нас руки очень сильные, и мы хватаем сильные, чтобы пальчики были крепкие, чтобы мы красиво писали. Чтобы мы красиво рисовали. Хватаем. Сколько мы всего набрали? Куда? На огонь. Куда-то на огонь отправили. На огонь, на огонь. Ой, как он ясно горит. И ясно, и сильно он горит. И пылает сильно. А теперь мы берем уже нежно, берем все хорошее, все прекрасное. Мы берем, наполняемся красотой, любовью, подвигом и героизмом. А теперь раздаем уже хорошее, раздаем друг другу. Раздаем, раздаем. Посылаем папам и мамам. Все хорошее папам и мамам посылаем. Всем людям. И такой вопрос задаю. Хорошим людям посылаем? Да. Посылаем. Плохим будем посылать? Нет, тоже. Будем посылать, потому что они нуждаются. Они нуждаются в этом посылах. Посылаем всем хорошим. Добавили, кому мало, добавили, добавили, добавили. А теперь мы берем его так, круг такой образовали. И делаем такая улыбка. Идем чуть вперед, идем чуть вперед. И потом назад. Такое дыхание. Снова вдох. А теперь у нас нотная грамота. Приготовлю все громко, но не сильно, вместе со мной. Делаем вдох. ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ, ДО. ДО, СИ, ЛЯ, СОЛЬ, ФА, МИ, РЕ, ДО. А теперь вот такие движения разминочные. Вот у нас вот так ручки, вот так они работают. В обратную сторону. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь вот так ручками. И раз, и два, и раз, и два. И вот такие движения мы разминаем, развиваем себя. Делаем очень красивые движения. Делаем раз, два, три. А теперь вот эти движения такие, гармонизируем себя. Раз, два, три, четыре. А теперь мы изображаем животных. Мы тигры стали. И сейчас мы будем рычать. Делаем вдох. Тигр рычит. Все рычат. Когти другой лапы. Мы очень опасные тигры. Вот тигр. Медведь. Тигр. Медведь. А это у нас эти крики. Профилактика от простуды. А теперь мы стали. Каждую клеточку приводим в порядок. Каждая клеточка в нашем организме. Они прыгают, играют, веселятся. И выкрепляют здоровье. Не сильно зацепишь, развалишь. А теперь бег на месте. Смотри, вот такая имитация бега. Ну, настолько пластично. Я просил на месте. Энергии. Море. И он умеет себя держать в руках. А он еще покажет неваляшку. Как же он красиво это делает. Я дома учусь. Ну, все, пока на месте стоим. Пока на месте. Стоим. Хорошо. Развиваем. И круговые движения делаем. Раз. Два. Три. Четыре. В обратную сторону. Раз. И два. И три. И четыре. А теперь мы действительно по-настоящему изображаем медведя. Продолжаем профилактику носоглотки. Встали. Вдох. Медведь. А теперь слон. Приготовились. В другую сторону. А теперь мы козочка и баранчик. Ме-бе. 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 Хорошо. Так. А теперь просто говорим такое. Приготовились. Говорим ом. Ме-бе. Хорошо. Теперь говорим аум. Аум. Ме-бе. При закрытом рте профилактика от простуды. Теперь мы говорим «Эй-Ю-Эм», приготовились «Эй-Ю-Эм», самолет пошел на взлет, а теперь мы тушканчики, мы прыгаем, легко мы прыгаем, мы тушканчики, мы прыгаем, а теперь мы лисички, а теперь мы лисички, раз, два, три, четыре, раз, ручки два, а теперь мы тигры с когтями, вот такие тигры, молодой тигр, встали, молодой тигр, раз, два, три, четыре, старый тигр, старый тигр, когти у него, раз, два, три, четыре, дракон, птица, она на болоте, в воде червячков ещет, раз, два, три, четыре, а теперь у птицы два крыла, она их разрабатывает, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, а теперь одно время, и раз, и два, и три, и четыре, и раз, и два, и три, и четыре, а теперь ручки вот так, раз, два, три, четыре, а теперь вот так, раз, два, три, четыре, А теперь вот такие. Смотрите, какие упражнения. Смотрите, на какое у меня лицо. В обратную сторону. А внутри идет преображение. Внутри идет универсальность. А теперь мы делаем ножки, пятки, носки. И вот такие движения. Продолжает паук с орлом ткать шелк. Смотрите, вот они уже такие визерунки. Персидские ковры ткут. И затем и раз, и два, и три. Делаем упражнение. Делаем четыре. Раз, молодцы. Два, три, четыре. И делаем вдох, выдох. А теперь делаем вдох. Долго выдыхаем. В наше сложное время при подходах к современной педагогике, которая является троечницей, нужны новые подходы для работы, для общения с детьми. Прежде всего, это личный пример. И самое главное, это спокойствие. Ребенка надо переплавить в этом социуме, чтобы он не был раздраженным. Надо научить его реагировать на трудные, на бурные ситуации в равновесии души. Так вот, эти упражнения, они нестандартные. Мантры, мудры, гимнастика, акробатика, элементы ушу, тайцзи цюань, цигуновские упражнения, детские подготовительные цигуны. Они все это дают. Но начинается это со спокойствия в семье. Когда труднейшая какая-то напряженная обстановка, каждый взрослый в нынешнее время должен быть абсолютно спокойным. Тогда будут нормальные, настроенные на работу в социуме дети. Тогда они будут настроены на будущее. Тогда будет работать педагогика. А что такое настоящая педагогика? Реанимировать старую педагогику и взять инновационную педагогику, гуманную педагогику, педагогов-новаторов и применять везде, повсеместно в нашей жизни. Почему? Потому что дети – это наша национальная идея. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова